Александр Григорьевич, Вы много говорили о внешних причинах этой дестабилизации Беларуси, но есть ли внутренние причины, как Вы лично считаете? Конечно, их мало. Нет классических причин глубоких, чтобы эта цветная революция свершилась в Беларуси. К примеру, у нас экономика худо-бедно работает. Село, особенно в этом году, прекрасный урожай, небывалый просто. Мы производим, при этой пандемии мы на 7% в агропромышленном комплексе, к тому высокому уровню добавляем в этом году. Мы за времена пандемии, конечно, мы не закрылись, производство не закрывали, у нас свой путь был борьбы с этим. Это отдельный вопрос. Мы упали на сегодняшний день 1,2% всего по ВВП. Всего лишь. 1,2%. И мы зубами цепляемся, чтобы к концу года... Мы планировали в ноль выйти, но может и выйдем. Понимаете? Поэтому нет вот этой классической основы, что экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплаты и прочее, прочее, прочее. У нас реальные доходы населения в этом году за полгода выросли на 5,4%. В прошлом году около 7%. В чем тогда внутренние причины недовольства? Вы знаете, есть причины и личные. Наверное, я все-таки пересидел. Ну, утюг включил... Я это предвыборную компанию говорю. Утюг включил Лукашенко. Чайник электрический включил Лукашенко. Телевизор включил Лукашенко и прочее. И для особенно, наверное, какой-то части людей, ну, чуть-чуть надоело. Это не главная причина. Это не главное. Второе. Наверное, одна из главных. Я говорю, что это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики. У нас появились богатые люди. У нас появились айтишники, которых я создал. Им предоставив условия такие, которые нигде не могут предоставить лучше. Почему не могут? Потому что страна спокойная, тихая, стабильная. Иди, гуляй, не хочу. И никаких налогов. Ну, лучше уже не представишь. И вот новые эти категории появились. Неплохо живут. Вы же вот проедете вот тут по окраинам, Минска, посмотрите, в каких особняках. Конечно, не дворцы, как вокруг Москвы, наша Москва. Но живут в хороших домах, чистенько, аккуратненько. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее, и тому подобное. Вот она здесь, глубина этого конфликта. Это внутренняя причина. Александр Ильич, то есть получается, как вы, вашими словами, вы, возможно, пересидели, и в то же время вы же... Ну, что ты так уцепился за пересидение? Нет, это вы сказали. Ну, то есть, ну, вы же вырастили вот этих оппозиционных буржуйчиков, да? Да. Ну, я не то, что вырастил, ну, это жизнь, это жизнь сподвигла. Я старался, чтобы появился собственник. И удивительно, я работаю в сельском хозяйстве, первых девять фермеров в Советском Союзе породил. Первых частников. Землю им выдел и прочее. И Горбачев Михаил Сергеевич Генсек. Меня тогда сопливого пацана за это хвалил. То, что я говорю, пересидел, это... Я это чувствую. Многие так говорят. Вы знаете, вот давайте отличемся от личности. Вы бы от президента Лукашенко, как избиратель, отказались по каким причинам? Чисто эмоционально, что пересидел? Или человек опытный, здоровый, еще может работать, мозги на месте. Но я же не белорус. Ну, а если бы был белорус? Наверное. Да, над тобой, наверное, давлело то, что, ну, сколько можно, четверть века и прочее. А потом бы ты так голову взял в руки. Да и что это внешнее считание. Ну, да, по странам я бы посмотрел бы. Да, да, ну, так и наши люди посмотрели. А молодежь ведь не может этого оценить. Им голову кинули, а, сколько можно? Саша, три процента. Поэтому люди по-разному говорят. Да, Лукашенко долго у власти. А я говорю, знаете, у нас в постсоветских республиках, на Кавказе особенно, была ситуация, когда пришли новенькие вот такие, правда, тогда. Все разрушили, развалили. И та же Армения, Азербайджан и прочее, кого позвали? Стариков, которые постарше меня были. И они спасли. Особенно Азербайджан. Отец. Алиева, да. Отец Гейдара. Призвали Гейдара. Ильхама Гейдара призвали. Вот как надо рассуждать. И видя рядом эти примеры.